Здравствуй, дружок! Сегодня продолжение Синичкиного календаря, месяц ноябрь. Враг и страшный враг появились в лесу в следующем месяце. Старый воробей назвал этот месяц ноябрем и сказал, что это третий и последний месяц осени. Враг был очень страшный, потому что он был невидимка. В лесу стали пропадать и маленькие птички, и большие, и мыши, и зайца. Только зазевается зверек, только отстанет от стаи птица, все равно ночью или днем, глядь, их уже и в живых нет. Никто не знал, кто этот таинственный разбойник, звер ли, птица или человек, но все боялись его. И у всех лесных зверей и птиц только и было разговору, что о нем. Все ждали первого снега, чтобы по следам около растерзанной жертвы опознать убийцу. Первый снег выпал однажды вечером, а на утро следующего дня в лесу не досчитались одного зайчонка. Нашли его лапку. Тут же на подтаявшем уже снегу были следы больших страшных когтей. Это могли быть когти зверя, могли быть когти крупной хищной птицы. А больше ничего не оставил убийца. Ни пера, ни шерстинки своей. «Я боюсь», — сказала Зинька зиньзиверу. «Ох, как я боюсь. Давай улетим скорее из леса от этого ужасного разбойника-невидимки». Они полетели на реку. Там были старые дуплистые ивы-ракиты, где они могли найти себе приют. «Знаешь», — говорила Зинька, — «тут место открытое. Если сюда придет страшный разбойник, он тут не может подкрасться так незаметно, как в темном лесу. Мы его увидим издали и спрячемся от него». И они поселились за речкой. Осень пришла уже и на реку. Ивы-ракиты облетели, трава побурела и поникла. Снег выпадал и тарил. Речка еще бежала, но по утрам на ней был ледок. И с каждым морозцем он рос. Не было по берегам и куликов. Оставались еще только утки. Они крякали, что останутся тут на всю зиму, если река вся не покроется льдом. А снег падал и падал, и больше уже не таял. Только было синички зажили спокойно. Вдруг опять тревога. Ночью неизвестно куда исчезла утка, спавшая на том берегу. На краю своей стаи. «Это он», — говорила дрожа Зинька. «Это невидимка. Он всюду, и в лесу, и в поле, и здесь, на реке». «Невидимок не бывает», — говорит Зиньзивер. «Я выслежу его. Вот постой». И он целыми днями вертелся среди голых веток на верхушках старых ифракит, высматривал с вышки таинственного врага. Но так ничего и не заметил подозрительного. И вот вдруг, в последний день месяца, стала река. Лед разом покрыл ее. И больше уж не растаял. Утки улетели еще ночью. Тут Зиньке удалось наконец уговорить Зиньзивера покинуть речку, ведь теперь враг мог легко перейти к ним по льду. И все равно Зиньке надо было в город. Узнать у старого воробья, как называется новый месяц. А про декабрь я вам прочитаю чуть попозже. До скорых встреч!